Трицератопс. Один из самых известных и популярных динозавров. Его голова с большим воротником и длинными рогами узнается сразу, и даже другие рогатые динозавры людьми часто называются трицератопсами. Поэтому многие его родственники оказались в тени. Первые останки трицератопса были найдены в 1887 году в Америке и отправлены от Ниелу Маршу, который несколько позже и дал имя этому динозавру. Марш не стал долго думать, как назвать нового ящера, а оттолкнулся от его внешнего вида. Трицератопс в буквальном переводе с греческого означает трехрогая морда. Это крупный, достигавший длины 9 метров и веса, 11 тонн динозавр, перемещающийся на четвереньках и поедающий растительность. В пасти взрослого трицератопса могло насчитываться одновременно до 800 зубов, располагавшихся на челюстях крупами. При жевании челюсти двигались не только вверх-вниз, но и в стороны, так измельчались даже самые жесткие растения. Клюв, которым оканчивались челюсти, был безубым. Он служил лишь для откусывания листьев. Среди динозавров у трицератопса была самая крупная голова. У взрослых особей длина черепа достигала 2 метров. Прочный костяной воротник хорошо защищал голову и плечи ящера от когтей и зубов хищников, однако тираннозавр мог его прокусить, об этом свидетельствуют найденные следы зубов хищника и даже отверстия от них на останках воротника. Над глазами трицератопса располагались рога длиной до 1 метра. Маленький вырост над ноздрями вместе с воротом мог участвовать в терморегуляции. Роль рогов трицератопса до сих пор точно не определена. Наиболее распространена идея, что динозавр с помощью своей головы защищался от хищников вроде тираннозавра. Однако наиболее достоверной считается гипотеза, что рога и воротник трицератопса нужны были самцам для демонстрации своей силы и ухаживания за самками. Этому, например, служат рога современных оленей, так что трицератопсы могли пускать в ход свое оружие не для защиты, а чтобы разбить сердце понравившейся самке. Палеонтологи предполагают, что трицератопсы жили стадами, где могли чувствовать себя в безопасности. Держась вместе, эти растительноядные животные становились сложной добычей. При появлении врага взрослые трицератопсы становились в круг и закрывали собой более слабых собратьев, выставляя вперед острые рога. Такую тактику применяют современные африканские бизоны. Каждая группа растительноядных динозавров употребляла разную пищу, иначе им пришлось бы соревноваться из-за еды. Голова трицератопса располагалась довольно низко, поэтому он питался в основном невысокими растениями – травой, саговниками и папоротниками. Ему не приходилось спорить с длинными зауроподами за листики на верхушках деревьев. Есть версии о том, что трицератопс мог быть всеядным, как кабан. Клюв мог использоваться для отрывания кусков падали, а не только для откапывания корешков, раздвигания зарослей, откусывания веток и тому подобное. Везде информация искаженная, для точной информации нам нужна машина времени, но увы, пока не изобрели. Спасибо, что просмотрели видео до конца. Не забывай подписываться и ставить лайк. Всего доброго. Услышимся в следующем видео.